Сознание Изучая христианство Что вот именно сознание является И изменения, которые должны произойти в сознании Это является чем-то таким важным Без чего невозможно дальнейшее развитие Ни христианства, ни общества вообще Ну, мы, естественно, говорим о каком-то развитии общества В смысле далеких перспектив В смысле какой-то дальней эволюции Что вот есть, допустим То есть мы пытаемся сейчас, допустим, что-то понять Мы пытаемся понять, что правильно И как может быть устроено разумно Община людей То есть сознание неуловимая вещь такая? Да нет, сознание вполне уловимая вещь Просто одно дело дать определение сознанию А другое дело понимать, что это такое Сознавать Просто понимать, да? Сознавать это быть, находиться в сознании Для того, чтобы построить науку сознания Наверное, надо дать определение этого сознания Для того, чтобы можно было потом как-то определение применять К явлениям, к феноменам, которые подлежат изучению И для того, чтобы понять, есть ли в этом сознание Или нет этого в этом сознания Но для того, чтобы понимать, о чем идет речь И когда мы говорим о сознании Достаточно просто, в принципе, знать, что это такое Безопределение Просто так вот представлять Некоторые опорные точки Того, что представляет собой сознание Чем оно не является Достаточно даже просто сказать, что чем оно даже не является Сознание совокупно всех процессов Живого организма Нет, не всех процессов Ну как, но и же бессознательный процесс Бывает сознательнее А бывает бессознательнее Но они влияют на сознание Сознательное Конечно влияет Но поскольку ты их не осознаешь Вот, например, зрачки твои расширяются Или сердце бьются Это не является событиями Сознания влияют Нет, событиями твоего сознания не является И поэтому это не является И не входит в круг сознания Хотя ты это можешь попытаться осознавать Ты можешь пытаться направить, например, свое внимание в область сердца и пытаться понять, как оно там делается. И может быть йоги какие-нибудь даже могут им управлять. То есть, в принципе, здесь нет ничего невозможного. Наверное, у разных людей пределы того, что может сознание, на что оно может внимание направить, что оно может управлять, оно, наверное, разное. Одних меньше, других больше. Нет, и главное. Главное, что все-таки мы сознание отличаем от бессознательного. И в нашем, в каждом человеке есть нечто, что относится к бессознательному, а есть нечто, что относится к сознанию. Так вот, что относится прежде всего к сознанию? К сознанию относится то, с этой стороны, да? Что мы сознаем. Ну, это же масло масляное получается. Хотя это правильный ответ. Можно, мы что-то сознаем, вот есть некий для нас опыт, да, сознавания. И то, что вот это есть опыт сознания, это и есть, конечно же, то, что относится к сознанию. Но если брать, все-таки, чтобы масла масляного не было, попытаться все-таки указать на область сознания, ну, более, как бы, с точки зрения науки, там, или с точки зрения определения точно, то есть я хотел бы сказать, что сознание – это то, что доступно нашей воле, так или иначе. У каждого человека есть некая воля. Вот если нашей воле нечто доступно, что значит доступна воля? Это означает, что мы можем туда, допустим, внимание наше направить, что мы можем… Что значит мы можем осознавать? Мы можем осознавать тогда, когда то, что мы осознаем, вообще доступно нам. То есть мы можем туда направить свое внимание и его осознавать. Есть некая область, доступная нам. В широком смысле это то, что подвластно с точки зрения этой воли. Мы, может быть, некоторые вещи, которые мы можем осознавать, не можем ими управлять. Наша воля простирается в этом направлении только до степени обратить внимание. То есть не простирается дальше. Мы можем туда внимание направить. То, куда мы можем внимание направить, это есть нечто первое, корениться в способе, каким мы вообще к чему-либо имеем доступ. Конечно, сознание на самом деле такая вот сложная вещь, что приходится некоторые вещи проговаривать. Но давайте начнем просто с того, чтобы было еще проще. Давайте говорить о сознании как о некой сфере. Почему она сфера? Потому что в сознании есть нечто пространственное. Пространственное оно в том смысле, что оно не является самим пространством, которое мы видим. Но в некотором отношении оно в этом пространстве спроектировано. То есть на то пространство, которое мы видим, оно наложено. То есть мы видим то пространство, которое мы видим в восприятии, оно одновременно является реальным пространством. Про реальность пространства мы потом в каком-то отношении может поговорим. И в то же время неким пространством, которое мы внутри себя создаем. То есть это как бы одновременно нечто и реальное, и объективное, и субъективное. То есть если говорить проще, мы видим некое нечто пространственное перед собой. И вот наше сознание еще второй раз на эту пространственность, как некая новая, другая пространственность, также наложено. И можно говорить о том, что в сознании есть своего рода такая карта. Если вот первое пространство наложено так, как оно есть, и мы ничего с ним сделать не можем. То есть оно не находится в нашей власти. То есть мы получаем доступ к нему, и все, что мы имеем, это только возможность воспринимать. И возможности воспринимать у нас иначе нет. Ну и разве что, если мы не оказываемся в каких-то особых состояниях. Болезни, либо приемы наркотиков или прочих. Но вообще говоря, восприятие, как оно есть, оно так всегда и есть. То есть мы здесь почти не властны. То есть максимум, что у нас есть в этом отношении, у нас только есть доступ. То есть в каком-то отношении здесь наша воля присутствует, но она присутствует только в этом самом первом отношении. Что у нас есть к этому доступ. А может быть можно так сказать, что сознание это все, что им может накапливать в опыт жизни своей? Нет, Валер, такие определения, они, может быть, социологии там и достаточны, но если ты хочешь приблизиться к более точным определениям, то все-таки надо сужать область. Сознание, конечно же, связано с опытом, и оно и составляет ежедневный, и вседневный опыт. То есть оно просто вплетено в ткань опыта изначально. Ну вот у нас уже есть три слова. Жизнь, опыт. Да, но ты очень отдаленно пошел. Может так это сужение, то есть мышление тоже это жизни. Мышление это часть, это уже ты начинаешь разделять. А нам сейчас нужно обобщить, наоборот, а не разделить. Если ты хочешь различить, то ты уже различил. Ты сказал, как там есть твой монолог, это блюде. Проблема сознания состоит в том, что определить его так, как ты хочешь, чтобы сказать. Сознание это, это сложная процедура, потому что она требует контекста, в котором определение дается. А этот контекст, он не лежит вот так вот, прямо на поверхности. В обычной жизни такого контекста нет. Вот если у тебя в твоем жизненном контексте присутствуют, допустим, слова «жизнь», «опыт», и ты попытаешься через эти слова определить, то этого будет недостаточно. Для того, чтобы сознание определить, нужен сложный философский контекст, да, то есть очень плотный термин. А мы будем различать сознание и самосознание? Вообще говоря, если с точки зрения того, как устроено сознание, оно всегда является самосознанием. Сознание всегда самосознанием. То есть никакого сознания вне самосознания нет? Ну, это одно и то же просто. Сознание всегда, да, сознание всегда, иначе говоря, просто есть разные позиции одного и того же сознания. Сознание всегда находится в позиции самосознания, оно всегда находится в позиции восприятия. Но оно может больше заниматься восприятием, а может больше заниматься самосознанием. Иначе говоря, вот если, когда я говорю про сферу, что знание есть некая сфера сознания, да, то в этой сфере ты можешь если рассматривать пространственное самосознание только одна способность способности лучше не говорить такую вещь как способность сознания иначе все запутается характеристика может быть лучше спрежь слово свойства это в этой среде способности или слова по первым слову свойства относится к вещам слова способность относится к этому человек человек имеет способность субъект имеет способность нет 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 это важно звучать сознание это неспособность сам человек есть сознание вот мы говорим на субъект объектная говорится и вот субъект знает объект. Мы говорим так. Если говорить более по-простому, я, например, знаю нечто, знаю об этом в стуле. Или там, я знаю, допустим, какую-нибудь науку, допустим, физику. Что это означает? Это означает, что я отличаю себя от этой науки, у меня есть способность какая-то, с помощью которой я вот эту науку изучил. То есть в моей структуре того, что я называю я, есть некого рода мои способности, личность, которые я направляю на нечто, что не является я, на знания, на предметы, на другого человека. И с помощью этих способностей все это каким-то образом постигаю и узнаю. Вот что такое способность. Иначе говоря, способность это своего рода как свойство. Да, вот у вещей есть свойство, у каждого стула есть свойство, скажем. А есть свойство у человека. И вот способность это такое свойство у человека. Сознание это не такая способность. Сознание это и есть само я. Понимаешь? Само я и есть сознание. Почему? Потому что если не будет сознания, то никакого я тоже не будет. Если выключили сознание, чип, и я тоже нет. Потому что я всегда присутствует только в сознании. Сознания нет, нет и я. Это говорит о том, на самом деле, что сознание способность. Если допустим мы выключим способность мышления или способность восприятия, я останется. Как вот в вещи допустим. Вещь может быть одного свойства и другого. Допустим вещь новая. Отрепала и она осталась старой. Или там вещь была допустим с четырьмя ножками. Одну ножку То есть, и так же у человека способности, они, конечно же, человек цельный, он не может без своей способности. Но на каком-то отношении есть опыт, когда, допустим, одной способности можно воспринимать, но не мыслить. Или можно, например, раз так углубиться в мышление, что уже ничего вокруг себя не воспринимать, уже ничего не видеть. Глаза закрыть, полностью уйти в это размышление или переживание. Так вот, потому и называется мышление, восприятие, переживание и прочие способности, что их недостаток или их выключение, оно никак не влияет на само я. Само я, тем не менее, сохраняется. Но это не таково сознание. Сознание, если и выключается, то ничего нет. Ни мира нет, ни человека нет, ничего нет. Поэтому сознание, оно находится в средоточии я. И вообще говоря, есть основания для того, чтобы вообще это я и сознание отождествлять. Вообще говоря, потому что откуда взялось это я? Это мы привыкли в языке называть нечто, говорить это я, указывать на себя пальцы, говорить это я. А на что ты пальцы-то указываешь? В каком-то отношении сам человек и есть его сознание. Вот ты сознание, я сознание, Людмила сознание. Каждый из нас есть сознание. Можно вообще говорить о том, что, подразумеваясь каждого человека отдельно, что вот его сознание там что-то может. Что у этого сознания есть способности. То есть, как бы сознание управляет мышлением, управляет, оно управляет всеми другими способностями. Каким способом оно управляет, это уже отдельный разговор. Ну, именно всё находится в сознании. В сознании вот есть та сфера, в которой все другие способности представляются определённым родом региона этой сферы. И сознание с помощью внимания переходит от одного региона к другому. Допустим, сейчас оно в мышлении, полностью задумывалось здесь. Потом оно перешло в восприятие, например, воспринимание. Потом оно перешло, допустим, в переживание. Оно может одновременно рассеяться, знаешь, там, переживание, восприятие и мышление. Быть таким рассеянным в сознании. А можно, наоборот, сгруппироваться. То есть сознание имеет такой характер-характер интенсивности. Да, оно может где-то интенсифицироваться, а может рассеиваться. Вот, например, опять же, можно взять пример сна. Когда мы спим, нас же как бы нет. Конечно же, каждый из нас может во сне проснуться. И тем самым как бы вдруг понять, что я есть. Но вообще говоря, когда есть сон, нас как бы нет. И мы каждый раз просыпаемся и удивляемся тому, а где мы были. Хорошо, скажем так, у сознания много способностей. Вопрос следующий. Это то, что мы сейчас говорили о сознании, это все-таки представляет собой сознание с точки зрения некоторой данности, некоторого феномена. Вот у нас есть некий феномен, который мы называем сознанием. А то сознание, о котором мы хотели бы обсуждать, и которое касается как раз вопроса христианства, или вопроса продвижения общества, или продвижения людей к каким-то другим духовным высотам, это понимание сознания, оно базируется на первичном понимании. Потому что первичное понимание – это некое понимание того, что мы имеем в виду с точки зрения устройства человека. Вот как человек как-то устроен, мы должны понимать, на что в этом человеке опирается наше представление. Вот мы и говорим о сознании, что на него опирается. А то сознание, которое уже является более высоким сознанием, оно уже надстраивается над этой характеристикой человека, как сознающего. Потому что то сознание уже подразумевает, на самом деле, что человек не только один человек имеет сознание, что много таких людей, что сознание принадлежит человеческому роду как таковому. Что наш человеческий род в целом представляется в некое сознание. Что все мы сознаём. И что мы это понимаем, что каждый из нас является сознающим. И корректируем своё поведение в соответствии с тем, что другой точно такой же сознающий. Ты сознаёшь, он сознаёт. Вы оба сознаёте и взаимно друг другу уступаете, взаимно друг друга уважаете, взаимно друг друга имеете в виду, когда корректируете своё поведение. Ты предполагаешь, что он сознает, и я предполагаю, что он сознает. И он тоже на нас смотрит, думает, что мы сознаем. Поэтому всякий раз, когда мы вообще говорим о поведении, когда мы вообще переходим в область этики, мы должны понимать, на самом деле, что область этики, конечно, базируется на сознании, но на более высоком уровне, где вопросы, как ты говорил, как я могу доказать, что другой человек имеет сознание. Да никак, ты просто догадываешься по поведению. Если еще другой человек корректирует свое поведение в соответствии с тем, что он сознает, допустим, он что-то видит, и он это нечто понимает. И вот в этом понимании он корректирует свое поведение в соответствии с этим пониманием. Если он это совершает, значит, ты понимаешь, что он сознает. А если, допустим, ты ему даешь какие-то знаки, а он их не воспринимает... Ты не знаешь, что он просто не понимает, не знаешь, что у него нет сознания. Ты понимаешь, сознание вот на том уровне, вот я же хотел про уровень сказать, на том уровне и инструментальность как некая картичка конечно есть но у него нет сознания которые является более чем другим как будто который базируется на это смотреть можно сказать вот есть способность неспособность лучше говорить потому что способность зарезервирована за определенные вещи слово способность характеристики человека есть сознание но нам же недостаточно иметь эту характеристику нам надо понять как она себя проявить она проявляет себя допустим поведения человек конечно заходит в сознании всегда конкретная меч как например от и перед ним д Skype гдешевик как конкретно твое победили его насознают было не осознает он не считая конкретеной опус堡ова по мощнее Стара всегда создали но может либо осознавать не что fact не съемко и trollМи допустим находимся в этике учебова радиости dah baba человека. Тебе очень важно, понимает он тебя или не понимает. Понимание тоже относится к свере сознания. А непонимание не относится? И непонимание относится к свере сознания. Только просто разница состоит в том, что понимание – это работа сознания, а непонимание – это как бы его... Сознание в эту область не переключается, и она становится как бы неведомой ему. Она, конечно же, в смысле возможности присутствует. Она может в любой момент что-то понять. Вот как у нас происходит? В реальной этой жизни. В реальной жизни происходит так, что многие люди, например, сталкиваются с непониманием со стороны других людей. Как это можно понять? Ты пытаешься что-то другому объяснить, а другой человек ничего не понимает. Но ты ему пытаешься объяснить, и объяснить, допустим, объяснил. Тогда он понимает. И когда он понимает, он может скорректировать свое поведение в соответствии с этим пониманием. Пока ты ему не объяснил, он не... У него нет никаких стимулов как что-то менять. Он просто находится в каком-то одном положении и все. Так вот, когда мы говорим про более высокий уровень сознания, и мы имеем в виду не просто сознание как какую-то характеристику человека, которая есть у всех, а мы имеем в виду сознание как нечто, связанное с пониманием, как нечто, связанное с корректировкой поведения человека в соответствии с этим пониманием. Просто получается, что... Вот такая интересная вещь, что с точки зрения метафизической сознание есть у всех. А вот с точки зрения этической на самом деле сознание есть только у тех, которые в момент совершения поступка находятся в сознании. Потому что в самом поступке же можно бессознательное совершение. Люди могут, например, совершать бессознательное зло. Почему? Потому что они не задумываются, что это зло. Они совершают нечто, но просто они действуют. И вдруг оказывается, что это действие является злом. Они могут даже не знать, что это зло. Понимаешь? Но ты, который свидетельствует это действие, стоишь со стороны и понимаешь, что это зло. Например, человек пинает собаку. Он думает, что он совершает... Он просто пинает, потому что ему просто оказалось приятным. Почему бы не упоминать его? В пинате кого-нибудь, то пинает и пинает. Он в этом ничего не видит, допустим. Если он понимает, что это зло, это отдельное الظлое. А допустим, он не понимает. Допустим, какой-то маленький мальчик. Он не понимает, что такое боль, не понимает, что такое страдание. Он просто пинает, потому что от незнания. Это одна вещь. Он же в сознании находится, но просто он не понимает чего-то. То есть сознание находится на более низком уровне, чем в сознании, допустим, тебя, который это понимает. Ты ему попроще говорить, что это что-то пытаешься объяснить. Допустим, он это понимает. В результате понимания у него возникает другой уровень сознания. Сознание именно так и работает, что несмотря на то, что оно всегда присутствует у нас, мы можем переходить от одного к другому, мы можем наращивать понимание. Потому что понимание, оно и есть движение сознания. Сознание двигается куда-то, в какие-то более высокие уровни. В смысле понимания. А никаким другим образом. Сознание у всех одинаковое. Что у меня сознание, что у ребенка сознание. Сознание мышление? Нет, под пониманием я имею в виду точно такое же сознание, только понимание это сознание, которое включает определенного рода вещи в свой круг. Мышление является способностью. Сознание может направить мышление на что-то. А под пониманием это что такое? Понимание сложная вещь, конечно. Понимание это... Но если говорить просто на самом деле, то понимание это из-за сведения чего-то то, что непонятно. А это тоже получается масло-масло. Сознание о сознании. Ну, в силу того, что мы говорим о неких таких общих вещах и вещах многосложных, говорить в простых словах об этом сложно. Поэтому каждый раз придется вот так вот наталкиваться на то, что мы будем говорить, что масло-масло. Это неизбежно. Это неизбежная, скажем так, доля вот таких всех дискуссий, которые не пытаются начать с начала, да, а которые пытаются начать с середины. Каждый раз придется возвращаться назад, пытаться понять, о чем идет речь. Потому что фактически ведь я, что я сейчас рассказываю, я просто призываю осознать то, что как бы нам дано в опыте. Потому что если начинать обсуждать это все с точки зрения науки, мы так будем бесконечно долго это обсуждать. И самое интересное, что неизвестно еще на самом деле, будет ли это понятен. Теперь что такое понимание простых выражений? Понимание это некая процедура, по которой нечто непонятное сводится к тому, что понятно. Вот, допустим, какая-нибудь наука сложная. Она непонятна. Чтобы ее понять, надо свести к тому, что тебе понятно. Ну, допустим, если наука, допустим, физики, какие-то сложные законы. А человек понимает более, уж нечто пространство, или нечто, если ему нарисовать, или представить, как-то вообразить, ему становится более понятно. То есть понимание есть, именно вот такая процедура редукции, к тому, с чем ты сталкиваешься, как с непонятными. к тому, что тебе вдруг заранее, сейчас уже понятно. Но в процессе, тут в чем проблема? Проблема в том, что в процессе понимания, вот та база, на которую ты опираешься, чтобы что-то понять, она сама, на самом деле, каждый раз меняется. Ты начинаешь что-то понимать, пытаешься понимать, и у тебя и база может поменяться. То есть база – это то, что тебе понятно. Как бы это попроще это объяснить? Ну, допустим, и это… Ну, обычно это проявляется в виде примеров. Когда, допустим, я пытаюсь что-то объяснить, и указываю какой-то пример. Тогда я пытаюсь что сделать? Я пытаюсь то, что вам непонятно, адресоваться к примеру, да, в которой понятие. Какому-то опыту, да, то, что понятно. Понятно, конечно, прежде всего, опыт. Действительно. Опыт больше всего понятия, потому что он у тебя есть. Допустим, я говорю про Марс. Я говорю, вот, Марс, там, что-то там, одно, другое, третье. Если я скажу, что Марс – это такая же примерно планета, как Земля, тебе станет более-менее понятно, что такое Марс. Из опыта. Потому что ты знаешь, что такое Земля? И ты говоришь, да, вот, Марс – примерно такая же, как Земля, не какая-то планета. Ты такой, ага, что такое Земля? Я знаю, значит, примерно вот такое, что-то такое Марс. И так далее. Каждый раз понимание состоит в том, что возникает вот эта связь того, что вводится новое, не обязательно на новое, разные могут быть способы понимания. Разные могут быть способы базы. У тебя может быть база разная. У тебя может быть база воображаемая, база аналогичная. У тебя, может быть, уже какие-то знания есть. Допустим, может быть, ты не знаешь один раздел физики, но знаешь другой. Допустим, ты знаешь механику, но не знаешь квантную механику. Ты берешь, начинаешь считать, и ты понимаешь, ага, это вот примерно вот этому соответствует. Примерно, понимаешь так. То есть каждый раз всегда понимание нашего формы тем способом, что мы уже что-то знаем, мы уже какой-то опыт имеем, нам уже что-то понятно, мы уже к чему-то привыкли. И вот у нас есть некая привычка, есть повседневный опыт. Мы понимаем, вот это пространство, оно, допустим, является чем-то прозрачным. Что вот руку можно провести. И вот это нам, вот это все это нам как бы понятно. Мы привыкли к этому, и мы уже тут вопросы не задаем. Если выникает нечто, допустим, что нам непонятно, мы можем свести это к нашему понятному. И тем самым соединить непонятное с понятным, и его с какой-то стороны, может, не все и не сразу понять. И понимание каждый раз так движется. Есть некая база, ты его втягиваешь в эту базу и пытаешься его в этой базе расположить. И если у тебя удается курить в этой базе расположить, это означает, что ты его понял. И ты можешь дальше брать непонятные, и опять втягивать в базе, и опять как-то вертеть, крутить, пытаться здесь открутить, так, открутить, там, ставить, повернуть. Это на самом деле, я так, я рассказываю именно в таки вещах, потому что так работать. Понимание работает на Filip Jagd. Что такие делаешь каждый раз пас, да, пытаешься понять. усилий совершаешь и пока не втянешь полностью свой опыт пока полностью не это его не втянешь вот то что называется понятно тебе не будет она понятно а как ты втянул он устал для этого понятно и когда служит тебе сейчас расскажут и тебе уже это понятно так вот сознание есть та сфера которая позволяет осуществлять такие связи потому что она как как в пространстве понимаешь вот есть одно и другое но только в пространстве не обязательно вот пространство здесь понимать в самом широком смысле как отношения как эта связь как вот это вот одновременно средоположность как последовательно здесь кстати и временное пространство входит в том смысле что здесь и последовательно все связи вверх вниз и прочее вот и хочешь что-то понять его втягиваешь в сознание да и и понимаешь ты каким образом ты сохраняешь вот эту связь сознание только с помощью сознания можно удержать эту связь как различие самое важное на самом деле вообще понимание чу держать различие потому что если ты просто скажешь что вот это непонятно является вот этим то ты потеряешь то что такое шпани потому что садовство должен что-то понять а с другой стороны понимать что этот нечто другое то ты состоит ту за сложности что это понимаешь тебя но понятие уle и стеша вот этого вот этого то ты потеряешь что чтобы колпания останется придут хриба COSTA dissolved они которые та уже есть ты что-то понимала остается при этом понимание чуть и увеличится чтобы оно увеличилось надо его втянуть понимать что ты потом что у тебя есть нечто в нихсть回去 понимаешь ты понимаешь что она другое немножко то и То есть понимать здесь связи все, понимать различия, понимать аналогии, и понимать, что эти аналогии являются только аналогиями и так далее. Тут это огромная сложная процедура. Но все вот это возможно только на базе сознания. Потому что чем занимается, почему на базе сознания, скажем, а не мышление? Потому что мышление занимается переходом от одной смысла к другому. И оно как бы вращается в некой сетке. Это не обязательно последовательная процедура, она может как вот сеть работать. Но тем не менее, эта сеть, она работает тем образом, что мы переходим, переходим по этой сети, и каждый раз удаляемся куда-то. Вот, например, у нас было начало разговора, а сейчас середина разговора, допустим. Мы уже не помним, что там было вначале, и нам уже это даже не важно. Мы по смыслу перешли в другое место, и там находимся. А что там вначале было несущественное? А сознание не так устроено. Сознание, оно тянет всю свое многообразие одновременно. Вот во всем этом поле опыт, оно постоянно его сохраняет. Все многообразие, оно никуда не девается. Вот оно как вот есть целое, огромное, оно так и присутствует. Конечно же, отдельные участки там могут пропадать, допустим, потом возникает. Понятно, что... Ярче. Да, ярче, интенсивнее, да-да, но тем не менее, все есть. В любой момент, хоп, тебе надо умышление. Хоп, восприятие. Пример. Память обратился. То есть, это, знаешь, вот как вот, как, вот, не знаю, можно говорить о том, что как на рыночной площади. Сидишь, допустим, да, огромный город, центр города, рыночная площадь, и все туда стекается. Люди туда стекаются, товары туда стекаются, все туда приходит. И ты сидишь так, ага, вот это, ага, вот это, ага, вот это. Не, ну вот это, вот это. Допустим, тебе нужно, это, в какую-то углубиться улицу. Тебе углубился, это, допустим, мышление. Пошел, 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 удалился от рыночной площади. Мышление. А потом думаешь, нет, надо вернуться там, и так в другом направлении. Вернулся, и в другом направлении пошел. Вот что такое. Для того, чтобы вообще двигаться во внутренней жизни, необходимо иметь некую точку и отчет, откуда все начинается и куда все стекается. И оно должно быть именно как место некое, как карта. Вот у тебя есть некая карта, и ты понимаешь, а вот здесь я был, вот здесь я был. Вот это вот так связано. А вот здесь такие дороги, а вот здесь вот такой вот обрывчик, а вот здесь можно перейти, здесь можно обогнуть, а вот здесь ходить лучше не ходить. А вот здесь вот интересно. Разные области помечены. Допустим, одну пометил, сказал, что вот это лучше не исследовать, допустим, какие-то неприличные вещи. Вот это вот интересно, вот это вот типа стыдно, допустим. Вот это вот там связано со мной, вот это моя личная жизнь. У тебя все так расписано. У тебя все сознание превращено в такую карту, куда ты можешь в любой момент так тыкнуть, и там, как, знаешь, вот как показывают в фильмах, там, работает человек на компьютере современном, и он так пальцем, какие-то кратчики вывязывает, значит, сделает, и она обратно уходит. Вот так же, так же сознание работает. Все равно в каком-то смысле такое некое пространство конфигурационное, в котором можно... Правильно, эти компьютеры не отражают. Да, компьютеры, действительно, мы же на самом деле создали компьютеры, и все, что там, как они работают, это на самом деле ничто иное, как вот перенести то, как устроено сознание, да, вот на то, с чем мы оперируем. Вообще говоря, мы же как бы себя проецируем на мир. Все мир как бы создаем под себя. Мы делаем стулья, столы. Зачем стулья? Ну вот удобно нам сидеть. Если бы мы имели бы другую структуру тела, мы бы делали другие вещи. Мы не стулья бы делали, и не столы бы делали. Как-то по-другому. Все мир бы был сконфигурирован. Допустим, если бы нам удобно было, допустим, там, не знаю, там, на голове стоять, да, или висеть, как мыши, да, все мир бы другой наш был бы, да, не было бы стульев, столов, а были бы какие-то такие... Крюки. Крюки, да, и мы бы раз, сейчас подвесились бы, да, и висели, обсуждали. Да, мир мы конфигурируем под себя, но мы его конфигурируем, потому что у нас, в принципе, конфигуратор есть, вот это сознание. Сознание как конфигуратор. И в нем можно все вот это чик-чик-чик покрутил здесь, там, покрутил тут, вум, вум, попробовал там. И вот мы каждый раз пробуем, и на самом деле вот эта конфигурация, которая постоянно есть, она никуда от нас не уходит, мы постоянно в ней находимся. Хотим этого, не хотим, мы постоянно что-то конфигурируем, постоянно о чем-то, там, допустим, о чем-то думаем, да, тут какие-то образы возникли. Вот ведь как же происходит в реальном опыте? Не так же, допустим, что только мышление существует, много всего. Переживания, мышление, задние мысли какие-то всплывают, воспоминания всплывают из памяти, там, желание попить, поесть, в туалет сходить. Сознание, вот ты, как я говорю, как сидишь, как в пульт управления, сидишь на пульт управления, у тебя возникает так, подать туда воду, подал, туда сходить сделал, попить сделал, покушать сделал, и так далее. Вот каждый раз, так галочку поставлено, ушло, там, допустим, возникает, там, знаешь, как на корабле, там, пульт управления, там, возникает, допустим, там, сбросить, там, сбросить, там, балласт, сбросил, да, да, да. На самом деле, вот сознание так устроено, что это некий пульт управления, ты сидишь за этим пультом управления и регулируешь, что и как, допустим, решил мыслить. Для этого что надо сделать? А кто сидит-то за пультом управления? Так вот, вопрос состоит в том, что сознание, это и есть пульт управления сам. Понимаешь, мы сидим за пультом управления, потому что мы есть сознание. Получается, это самоуправляющаяся. Да, это система самоуправляющаяся. Но только разделение на управляющего и сам пульт, она не применима к сознанию. Потому что сознание – это одновременно пульты и то, с чем управлять. Но если мы говорим о человеке, то человек что делает? Он свое сознание как бы проектирует на мир и создает пульты, вот эти управления. Подводит все провода к себе. Он сидит, допустим, в некой кабинке, все датчики к себе подвел и уже управляет. Ну, поэтому можно было бы сказать, что есть управляющая и управляемая. Но в сознании, на самом деле, сознание сам, ну, не, можно сказать, что оно управляет телом, конечно. Как? В сознании стекается вся информация, которая есть у человека. Информация, ну, если можно говорить, по аналогии такое некие значения датчиков, которые есть у человека. И сознание их обрабатывает. Например, допустим, зрение, слух. Если я говорю, то я все внимание свое направил на говорение. Я, когда, зрение оно все равно есть, но я его как бы не вижу, да, как бы оно там просто блуждает. Или слух. Там, часы тикают, там, лампа там гремит. Оно присутствует все. Но я как бы на него внимание не обращаю специально, потому что я обращаю внимание, прежде всего на то, что говорю. И как говорит. Например, там, допустим, я хочу попить, или я хочу садить в туалет. Это все присутствует где-то там, знаешь, как бы вот, как показывают иногда такие колебания. Тут уже зеленое там, а когда все больше и больше напряжения, это в желтое, в красное. То есть дойдет до красного, когда уже нестерпимо будет. Я пойду в туалет, допустим, а так я смогу воздержаться от этого и сидеть, и терпеть, условно говоря. И так во всем устроен. Сознание выстраивает очередность. Одно, второе, третье. Случай сейчас пожар. Ты что будешь делать? Ты семинариешь что-нибудь? Нет, ты будешь уже спасать свою жизнь. Там. Понимаешь или там? Не будешь, что пожар горит, а ты будешь кушать там. Понимаешь, что ты естник иерархии? Можно же тушить пожар. Можно тушить пожар. Но есть в любом случае, есть всегда иерархия, которая связана с тем, что вокруг тебя находится. Сознание именно такового, на самом деле, что оно... Тушить пожар тоже спасает свою жизнь. Да, оно, сознание так устроено, что оно на самом деле, как бы сказать, понимает, что главное. Вот нас учит этому. Мы когда рождаемся и тыкаемся носом обо всем вокруг. Током нас ударяет, а падаем и ударяем голову. Вот мы научаемся, тому понимаем. Набираем опыт. Да, да, мы набираем опыт. Мы понимаем, что вот это главное, а это не главное. Что вот это вот так вот будет, а это к этому приведет. А вот это к этому придет. Что чашки бьются, условно говоря, что высота большая, опасно там. Но сознание-то уже все есть. Сознание, смотри. Но есть карта, просто она еще не заполнена. Да, поэтому я... Правильно. Поэтому я и хотел различить сознание, как вот характеристика, которая есть у всех. И сознание, как вот это восхождение в опыте. Мы постепенно куда-то восходим. Это на разные вещи. Потому что сознание, оно вот шарик. Но этот шарик может быть... Может быть, такой образ предъявить. Он может быть пустой. А можно его туда накапливать, знания там. Там вот какие-то опыт, да. Включать туда какие-то сферы. Вот, например, если ты что-то не осознаешь. Ну, это обычно любят говорить в психоанализе, да. Что-то вытеснил. Его как бы для тебя нет. То есть, и ты вытеснил это из своей сферы, допустим, я уж не знаю, в лошадей. И ты их как бы не видишь. Они как бы для тебя не существуют. Потому что там почему-либо ты их вытеснил. Вот вопрос интересный тогда. Вот смотри. Все хорошо, но наше сознание, если оно не соприкоснется с сознанием других людей, оно не может саморазвиться до человеческого сознания. Мы это тоже. Это просто ты уже немножко вперед забегаешь. Конечно же так. Потому что что происходит? То есть для того, чтобы сознание включилось, нужно соприкосновение с чем-то больше. Смотри. Да если как бы говорить немного раньше, то вопрос в следующем состоянии. Каждый отдельный человек набирает своей жизни какой-то свой отдельный опыт. И конечно же он может всю жизнь его набирать, и в конце концов он придет к какому-то опыту, который есть только у него. Он какой-то там свой, и он, и опыт. Он может о нем рассказывать. Знаешь, как бывало какие-нибудь люди старые, любят рассказывать о своем личном опыте. Но все равно, если он будет набирать только этот опыт, то кроме своего личного опыта он ничего другого знать не будет. Ничего другого знать не будет. А вопрос ведь состоит в том, что много же людей, много поколений уже прожило. И хочется как-то все-таки так, чтобы будущие поколения не начинали все заново, вот буквально с нуля. Хочется, чтобы они начинали уже стартовать с некоторой уже позиции. Они не начинают с нуля. Это правильно ты говоришь, по факту. Но если бы мы возьмем отдельного человека, ну допустим, научим его каким-то элементарным вещам, и отпустим его на самотек. Будет ли он развиваться? Один может как-то развиваться в одну сторону, другой в другую сторону. Но все равно это будет их личное какое-то самодеятельное развитие. А человечество так устроено, что оно, вот эти вот разведки, вот это называется разведка. Вот есть карта у каждой нас. Эту карту можно как-то разведывать. Вот эти разведки, те разведки, которые оказались плодотворными и важными, оно решило закрепить в знании. И поэтому человечество воспитывает своих детей, исходя из того, что уже разведано и признано, общечеловечески признано. Что это важно. Общечеловеческая карта, общественная сада. Да, вот наконец-то вот на этом, вот ты видишь, ты вообще сознание просто слишком рано хочешь выйти. На самом деле мы немного вперед забежали, но в некотором смысле это так. Что вот это вот общественное сознание, о котором ты говоришь, это есть вот та самая общая карта. Мы, человечество, на протяжении там тысячи лет разведывали, каждый в отдельности. Мир разведывали мы, ведь сознание оно как устроено, оно же спроектировано как бы на мир. И разведывая мир, ты разведываешь и свое сознание одновременно. Так вот, исследуя мир, исследуя внутреннюю карту, исследуя внешнюю карту, вот это все исследуя, мы передавали из поколения в поколение опыт, и этот опыт теперь оформлен в знание. И чтобы человек уже, каждый отдельный человек, смог стартовать с более высокой позиции, теперь достаточно в школе чему-то научиться. Да, не надо самому опять все придумывать, колесо придумывать, там заново все, язык придумывать и прочее. У тебя все уже есть, тебе надо просто в культуру вступить и уже двигаться с такого, с некого высокого ставка. И поэтому ты правильно говоришь, что развитие, существенное развитие, невозможно без общества, естественно. То, что такое общество дает тебе этот старт. И если ты в обществе, допустим, высоко развился и старт получил, дальше ты можешь, может быть, двигаться уже одиночкой. Дальше уже тебе может общество, может быть, это неизвестно. Но есть такое предположение, что пустынники какие-то там, которые достигли некого высокого уровня, получили некий старт высокий, да, вот в обществе. Они могут уходить и дальше двигаться уже самостоятельно, да, самотеком. И то неизвестно. У одних получится, у других не получится. А может вообще ни у кого не получается, ведь мы об этом не знаем. Понимаешь, это вот некая такая вещь, что требует, опять же, требует опыта. Ну это такой исключительный опыт, да. Это надо, да, но самое важное на самом деле, что ты прав, что мы, цивилизация, человечество, мы вот пытаемся вот это время, которое нам нужно для того, чтобы привести сознание на нормальное состояние, сузить, уменьшить. Что мы знаем об этом опыте пустынничества, когда человек там развивался в одиночестве, слушаешь, уже что-то взяв от общего сознания, уйдя потом в это волшебничество, да, мы знаем о положительных примерах этого опыта только в тех случаях, когда они вернулись в общем. Да. Если они в обществе не вернулись, то это все утрачено просто. Правильно, ты говоришь, конечно. Потому что он должен, разведывав, да, это фактически такие люди являются разведчиками. Просто одни разведчики, допустим, одни наукой занимаются, другие разведчики там ходят в лесу, что-то исследуют, да, то есть прямые разведчики. А есть третий, который в обл. седуха что-то разведывает. Они уходят куда-то. Зачем они уходят? Это потому что они хотят, может быть, интенсивного какого-то опыта, да, который невозможно достигнуть в человеческом обществе, потому что мы друг другу всегда постоянно дергаем. Мы не даем возможность другому человеку сосредоточиться. И мы уравниваем себя. Да, ну это так общество устроено, действительно. Мы постоянно всех уравниваем, да. И подозрительные люди, которые слишком сосредоточены, они нам опасны. Мы их как бы боимся, да, и там. В древние времена их просто как бы там вызывали как-нибудь типа там ведьмак, там, еще что-нибудь там, колдун какой-нибудь. И тут же чикарчик. Да, да. А в нынешнее время, ну там, психушку могут бросить, или еще куда-нибудь здесь, там, слишком бойный. Ну, в любом случае это не важно. Важно состоит в том, что общество все-таки всех уравнивает, да. И оно постоянно вот стремится к тому, что все люди, соответственно, некой норме. Эта норма вот такая подвижная, но тем не менее она как бы попытка перевести всех вот к одной норме. На этом основано в принципе образование. И среднее образование всех под одну гребенку. Ты чуть выше, раз тебе надо отрубить, а ты чуть ниже, тебя надо потянуть. Ну все даже соответствует некоторому уровню. Так вот, ну это как бы мы немного отклонились, а если суть вопроса взять, то пустынники уходят для того, чтобы вот оторваться от общества, и в том числе от его вот этого регулирующего внимания. И там человек может предаться, ну какому-то вот этому самотеку, да, вот самободному, без оглядки назад. Может быть человек с ума сойдет. Ну вот он риск, вот берет на себя такой риск. А может быть не сойдет с ума, неизвестно. Но он такой разведчик уже, знаешь, уже, что называется, такой, пустился на самый последний риск, да, уйти и куда-нибудь там, непонятно чем заниматься. А может никогда не вернуться уже обратно, да, такое это уже нечто особого, рода. Но вот обязательно ли нужен такой уход для духовного опыта, мы не знаем, на самом деле. Может он не нужен. Может быть достаточно жить среди общества и здесь заниматься. Не, ну в той или иной мере... Это просто... То есть уход? Да, ну человеку каждому нужно иногда побыть одному. Кому-то полчаса, кому-то пару дней, там, или полдня. Понимаешь, да? Кому-то неделю, слышишь? Потребность такая возникает в отшельнице. Просто побыть одному. Ты просто свалишься немного в психологию, а вопрос... Не, не свалишь в психологию. А отшельник... Ты скажешь, кому-нибудь надо иногда, это и есть психология. Кому-нибудь надо иногда одно, кому-нибудь. Ну, нужно иногда побыть одному. Ну, суть вопроса всё равно не в этом. Суть вопроса в чём состоит? Смысл в сознании, как бы, одного из свойств сознания... Не свойства, как бы. Одного из возможностей сознания, это как бы... Необходимость дистанции от общества, чтобы лучше себя осознать. Чтобы, собственно, отличить себя от общества. От этого среднего. Понимаешь, Валя, на самом деле, эта тема не очень интересная, но если даже её обсуждать, то суть вопроса в том состоит, что ты прав, что усереднение, оно мешает, но совсем не обязательно. Разные пути есть. Помнишь, мы с тобой все так говорили, что путей много? Есть путь от шеверничества, есть путь через семью, есть путь через, там, какое-то там, может быть, самостоятельное какое-то развитие, там, непонятное, там. Ну, в каждом пути, может быть, ну, можно перечислять много, наверное. Может быть, сколько людей, столько и путей, может быть, даже так. Потому что каждый человек, это всё-таки уникальный нечто, и его путь по жизни тоже уникальный. Если всех людей собрать и посмотреть пути, там путей наберётся, как идей, определённое количество. Хорошо. Идей немного и пути нет. Просто мы опять пытаемся отклониться, и нечто несущественное. Давайте всё-таки пытаться просущественное говорить. А существенным является в данном случае, что такое сознание. Вот мы определили, что есть нечто, что мы, каждый из нас в себе имеет. Вот некое сознание, некое пространство внутри себя, которое мы можем исследовать, которое мы можем интенсифицировать, которое мы можем насыщать знаниями, информацией, духовным опытом. Вот сфера, да, вот буквально в смысле туда можно много что внести. Можно мыслить там, допустим, внести много мыслей. Можно читать, внести много информации. Можно о чём-то размышлять, допустим, связывать одно с другим. Что такое размышлять? Это попытка связи, налаживание связей каких-то, попытка выстраивать какие-то конструкции и прочее. Вот иначе говоря, у нас есть некий внутренний мир, если так можно выразиться. Этот внутренний мир, он, если мы прилагаем какое-то усилие для того, чтобы его развить, он развивается. Он и сам по себе тоже развивается, потому что мы постоянно в опыте находимся. Потому что не хотим мы того или не хотим. В нашем сознании постоянно происходят некие события. Просто либо они редки. Да, вот человек, как знаешь, что называется, узрел какой-нибудь Бога-то там вдруг. Вдруг раз осознал, что весь же Бог там. И вдруг раз его там пробил, его пошёл в церковь, начал молиться и прочее. Вдруг случается. Очень много таких событий случается. Жил человек там, нет, ничего я не знал, не ведал. Друг раз, вдруг однажды утром проснулся и подумал, а как же с Богом-то? Задал себе вопрос. Понимаешь? И по цепочке, и по цепочке решил, что на самом деле, вроде он смертный, что Бог есть, а он вроде не с Богом. Что-то к Богу как-то идти. В любом случае, что вот... Ну, здесь тоже много путей есть. Да, здесь тоже много чего есть, да. Много путей. Теперь, та вторая тема, которую, собственно, мы сейчас просто сделали, некое введение, та тема, которая нам действительно должна быть интересна. Что можно с этим сознанием сделать? Прежде всего, нам очень важно сознание отличить от мышления. Потому что с точки зрения духовности и с точки зрения наших... С точки зрения того, чем мы обычно хвастаемся, мы обычно хвастаемся всегда своим мышлением. Что вот-вот мышление, мышление оно такое, мышление оно другое там. Что мышление как раз является некоторой способностью, которой человек отличается от животных и прочее. То есть, то, чем человечество гордится, кажется, этим является мышление. На самом деле, при ближайшем рассмотрении как раз этим является сознание мышления. То есть, мышление это некая оперативная способность, некая алгоритмическая способность двигаться от одного смысла к другому. И это способность мышления вообще существует благодаря тому, что есть такие аспекты мира, как смысл. Точно так же, как глаза видят некие образы зрительные, слух слышат. Звуки тактильные, оно чувствует теплое, холодное и прочее. То есть, каждая вот такая способность направлена на некий свой определенного рода предмет. Точно так же вот в этой самокупности мира присутствуют смыслы. И на эти смыслы направлена такая способность, как мышление. То есть, в каком-то отношении мышление такая же способность, как козырение, слух и прочее. Она ничем от них не отличается. Просто у нее предмет другой. У одних предмет является одним, допустим, является зрительным образом, слухом, тактильным ощущением. А у мышления предметом является смыслом. Но не таково сознание. У сознания такого предмета, определенного предмета нет. Но поскольку сознание является сферой, в которой все вот эти отдельные способности присутствуют, мы говорим о том, что сознание имеет вот эти способности, да, они как бы присутствуют в ней как бы как некого рода сфере. Почему? Потому что мы наше внимание, а внимание связанное с сознанием, можем передвинуть, например, в сферу восприятия, или передвинуть в сферу мышления, или передвинуть в сферу ощущения, да, там, или тактильного ощущения. Я могу сосредоточиться в своем внимании на тактильности и полностью переживать именно только тактильность. Или, допустим, я могу сосредоточиться на неком внутреннем переживании и полностью погрузиться в это внутреннее переживание. Или, допустим, сосредоточиться на мышлении, или на том, что я сейчас говорю, да, на неких словах, и удерживаю на некий смысл. Мы уже все это проговаривали. Я проговаривал это на складе. Нет, с рыночной площадью тоже сегодня это проговаривали. Нет, я тебе просто хочу мысль провести, что сознание не является способностью, да, я это проводил, да, оно является пространством, в котором все эти способности могут реализоваться. И если мы так понимаем сознание, то это означает, что именно сознание является главной характеристикой человека, именно сознание определяет человека, а не мышление. То есть мышление это просто способность, возможно мышлением обладает и животное, потому что животное тоже выделяет смысл, значит тоже могут понимать там что-то. Ну вот, нам удалось различить сознание от его возможностей. Так? Значит про сознание. Главное, чтобы мне, Людмилой, не стать. Я хотел, прежде всего, обсудить вопрос о том, что сознание это есть опыт, да, опыт в чем состоящий? Состоящий в том, что сознание может тогда расширяться, да, тогда интенсифицироваться, если мы каждый день, каждое мгновение осмысливаем наш опыт. То есть осмысливаем его в неких поступках, в действиях своих, осмысливаем, почему мы так поступили, почему иначе, иначе. И поэтому как бы вот сознание использует в том числе свои способности, как мышление, там, восприятие и прочее, для того, чтобы вот этим опытом накачиваться. Зачем это нужно? Нужно для того, чтобы вот эта сфера сознания, она превращалась в некий, как бы, контекст, да, в некий мир. Потому что только имея внутренний мир, можно конструировать себя как свободного. Потому что если надо, потому что мы свободными являемся, ну если так можно выразиться, в духовной сфере. То есть мы как бы, как с точки зрения биологических, с точки зрения телесных, мы все разные, да, мы разные, умеем разную силу, разные, даже разные способности иногда, да, у одного есть, там, слух, там, музыкальный, другого нет, один умеет рисовать, другой не умеет, и прочее. То есть как раз с точки зрения биологических, с точки зрения телесных, мы все разные, и мы только в духе являемся одинаковыми, да, Возможности, правильно. Возможности – это и есть Дух, потому что Дух – это прежде всего не знание какое-нибудь, а Дух – это свобода. Нет, Дух, помимо всего прочего, это состояние конкретный, конкретный момент. Но я имею в виду, что Дух, прежде всего, характеризуется своей свободой, как ты говоришь, возможности. Что такое возможность, если его понимать правильно? Это есть некая наша свобода. Человек пошел и умер за Христа, а другой испугался. Они духовно равны, что ли? В духовном смысле. Возможности – они равны, потому что ты сможешь накаяться и умереть. А в конкретной данной ситуации тот человек духовно выше, который умер за Христа. Да нет никакого выше и ниже. А в другой ситуации может появиться ситуация и измениться. Почему нету-то? Потому что человек не является… Угрошен в войне, идет рота в наступление, там три человека струсила и убежала. Возможности – они равны духовно всем. И там были герои, кто-то лег на амбразуру, кто-то товарища спину перекрыл, кто-то еще что-то с собой пожертвовал. Возможности эти люди, которые испугались в данный момент равны. И возможности, что они потом, пройдя штраф-бат, вернутся в армию и будут геройски воевать. Все такое можно. Но в данной конкретной ситуации они… Да нельзя оценивать никакой данной конкретной ситуации людей. Нельзя оценивать. То, что человек – это его история, а не отдельные какие-то поступки. Человек может ошибаться. Ну, может человек ошибаться. Именно поэтому в христианстве присутствует такая вещь, как покаяние. И оно вообще существенное в смысле понимания того, что такое христианство. Человек может ошибиться в буквальном смысле. Не потому, что он испугался, а потому, что он растерялся. Потому что… Ну, что? Много существует всяких причин. Мы не можем себе знать все причины, по которым человек совершил один поступок или другой. Часто бывало такие случаи, что святой человек вел себя неправильно. Но просто другие люди не могли это понять, почему он себя так ведет. Вот рассказывают про какого-то… Если чтобы не быть голосом, да. Рассказывают про какого-то… Этого… Как это называется? Юродивого. Он, по-моему… Висела какая-то икона Божьей Матери, по-моему, на Царьграде, что ли. Он взял и пошел как бы… Камнем разбил оклад ее. Его схватили. Ты что такое творишь? Он говорит, что какая-то богомерзкая рожа висит типа над городом. Такого быть не должно. Я уж не знаю, как там додумались, что сделали. В общем, икону стерли и действительно там… То ли сзади иконы, то ли как бы… Сквозь икону была действительно рисована эта… Харя такая… Это… Харя чертная была рисована. Под иконы, да? Ну где-то там. То ли под иконы, то ли с другой стороны иконы. В общем, как бы… Это… Никто этого не видел, а видел только Юродивого. И вообще поступки Юродивого сейчас выглядят на самом деле невозможными. Безумными. Безумными выглядят. Ну и не только безумными. Неприличными, безумными и прочее. Иначе говоря… Это просто о чем говорит? Это говорит о том, что мы не можем всю подоплеку поступка человека оценить. Мы не должны его осуждать. Мы должны попытаться это понять. А ты пытаешься сразу поставить мерку. Вот там выше духовно, ниже духовно. Ну вот видишь… Нет, мы не можем об этом судить. А ты не можешь это, например, распринять так, что человек, например, геройствует только потому, что он тщеславен. А, я понял. Да, ты прав. Перед Богом мы все равно, действительно. Ну вот человек может геройствует, потому что он тщеславен. Потому что он хочет, чтобы другие о нем сказали, какой он типа герой, какой он типа крутой. Понимаешь? А он на самом деле… Если бы он был один, он бы никогда так поступать не стал. Тщеславен. Конечно. Двигающих причин. Человеческих поступков может быть очень много. И сейчас эти движущие причины могут быть совершенно неприглядными. Ты прав. Мы перед Богом все равно. И давным мы как раз в этой сфере, конечно же… Тогда получается, что мы на земле никогда не сможем выстроить духовную иерархию. Нет, духовная иерархия может быть и образуется сама по себе. Но только… Это как там говорит Христос, что первые станут последними, а последние станут первыми. То есть… Как же она образуется, если мы перед Богом все равно. Послушай, только если… Он говорит своим ученикам так. Если вы хотите, чтобы кто-то из вас почитался как первый, да, будьте всем остальным слугой. Иначе говоря, иерархия должна быть круговой. Понимаешь? То есть все должны быть равны, но как бы иерархия, если она и выстраивается, то она заслуживается каким-то… Не каким-то… В обратную сторону, да. Нет, иерархия… Дело не в этом, в обратную сторону, а что… Равенство, на самом деле, естественно, и в духовной сфере, наверное, существует какой-то своего рода иерархия. Только она не является… Мы ее не можем обнаружить. Она какая-то такая невидимая вещь. Понимаешь, что с точки зрения возможности мы все равны, а с точки зрения реальности, на самом деле, мы опять же разные. И в точке и духовной сфере мы немножко разные. Но мы должны ориентироваться на то, что все равно возможности, поскольку мы равны… Именно это равенство выставлять, прежде всего. Мы должны видеть другого человека, такого же равного, как я, такого же могущего, такого же свободного. Мы в смысле своей свободы все равно. Ну, это правильно. Я согласен. Ну, и как бы тут, завершая, может быть, сегодняшний семинар, самое главное, что мы должны, опираясь на некое предпонимание того, что представляет собой сознание с точки зрения характеристики человека, понимать, на самом деле, что есть, наверное, многие уровни сознания. И вот восхождение по этим уровням есть дело опыта. То есть это не такое простое дело, что можно, допустим, книги где-то что-то прочитать или там от кого-то что-то услышать и сразу этому взойдешь. Если ты сам лично не совершишь некоторый опыт, если ты сам ничего что-то не осознаешь, сам лично, без относительности от других людей и того, что услышал, авторитет и прочее, если ты сам на своем пути что-то не поймешь, то это все остальное никакого значения не имеет. Это всегда имеет значение только в том отношении, что ты в своем, в этом внутреннем мире должен определенного рода расстановки сделать. Если ты внутри своего мира решишь, что ты свободный, если ты будешь на этом постоянно везде настаивать и действовать, исходя из того, что ты свободный, никто никогда тебе не сможет сделать работу. И этому как раз посвящены все христианства и те указания на подвиги этих мучеников, они как раз указывают на это, что человек в духе, оставаясь свободным, ничто ему не может навредить, ничто ему не страшно, он никогда не откажется от своей свободы. Свобода нашего внутреннего состояния, оно сильнее любого страдания, любого истязания. И то есть это своего рода метафора, а на самом деле суть здесь разговора состоит не в том, что конкретно ты или конкретно я сможем выдержать муку, а состоит в том, что мы должны верить в то, что мы имеем это внутреннее, имеем эту внутреннюю свободу. Если мы на ней настаиваем, то она всегда себя проявит, она всегда как бы победит любое обстояние дела. Ничто это тебе с тобой справиться не сможет, ничто тебя не сможет поработить, если ты внутренне останешься свободным. Ну, я не согласен тут. В те далекие древние времена, наверное, так и было, а сейчас... Ну, достаточно человеку, можно просто мозг погрядить и всё. Не, ну понятно, что можно много что сделать человеку, можно его там просто убить, а можно его в мясорубку засунуть и сделать фарш. Ты пойми, Назалья, это если... Смотри, почему ты... Потому что всякие есть химические препараты, которые более ослабляются. Я понимаю, а почему ты согласись, что вот, допустим, вот есть какой-нибудь человек, который настаивает на своём христианской позиции, а есть другой, который пытается из него какими-нибудь методами, телесными мучениями и прочими, заставить его отказаться от христианства. Ведь если он, благодаря этим всем мучениям, препаратам и прочим, не сможет этого сделать, это будет означать, что он проиграл. Ну, допустим, ты говоришь, что... Ну, я тебе скажу, что сейчас это невозможно. Но если сейчас серьёзно взяться за христиан, за самых-самых расцветых, вот тех древних мучеников поднять и начать их колоть современной химией, все они будут сломлены, все откажутся от Христа до одного. Ну, вот такой ты крестьянин, на самом деле. А древние мученики, почему они держались своего, потому что они считали, что... Да, Булат, ну слушай, ну химия, ну что ты сделаешь против химии, ну... Тебе сломают за... Валя, а зачем ты в христианство тогда суёшься-то, если ты считаешь, что человек мусор... Ну, Булат, ты согласен, ты же сам говорил, что сознание, оно содержится вот в теле человеческом, правильно? Ну. Если мы мозг человеку разрушили, то мы сознание его разрушили. Ты понимаешь, на чём разрушили? Ты понимаешь, древние, древние, они не умели разрушать сознание, а мы сейчас можем. Я понимаю, я просто тебе могу сказать одну вещь, которую ты должен запомнить. Если ты не веришь в то, что человек может выстоять, что не веришь, то тогда христианство для тебя невозможно. Потому что христианство базируется на том, что человеческий дух, человеческая свобода сильнее любых внешних обстоятельств, всегда сильнее. И базируется это на самом деле не на том, что человек там как-то по-своему сильнее, а базируется это на том, что в каждом из нас присутствует Дух Божий. Дух Божий. Потому что если сказано, что если будете верить хотя бы с горчичное зерно, то возьмёте и скажете это и говорите, передвинься, и она передвинется. Вот это на чём базируется. Если ты будешь наставить на своем и будешь находиться в этом духе, то ничто с тобой случиться не может. Дух, он бесплотный, и вот с ним ничего нельзя сделать. Да, будешь мычать себя. Правильно, и для тебя христианство получается невозможно. Ты, пожалуйста, не будешь. Валя, просто вопрос в следующем состоит, что если ты не веришь в человека, а не веришь в человека, оно и состоит в том, что ты считаешь, что любой человек это... Что значит, что человек может сломать? Это значит, что любой человек говно. Нет. Ну, а как? Просто есть вещи, которые могут разрушить человеческое сознание. Нет, ты не понимаешь. Птический мозг. Ты просто для того, чтобы понять это, я понимаю, у тебя лекарства и прочая химия, а ты когда... ты мортирологии не читал. Ты почитаешь, что там с людьми творили. Ты не понимаешь, о чем ты думаешь. Я даже не слышал. Ну, про это... про... Этих... Мортирус, это... Как свидетели, греческий свидетель. Это как бы вот мученик. Мортирология, это просто история про них. Там с людьми такое творили. Такое даже выгубку, это измыслить невозможно. Это происходило, допустим, на цирковой арене какой-то. Сидели в куще людей. Там людям кишки-то вспарывали, там где-то животные хорвали и прочее. Ты не представляешь, что это... По сравнению с этим, вся короткая современная медицина, это просто там детский лепет. Люди такое терпели. Понимаешь, дело даже не то, что терпели, а что они оставались как бы верными к своей позиции. Я понимаю, конечно, что можно не верить человеку и считать, что можно его сломать. Но это означает, что если мы не верим в человека, то никакого Бога мы никогда не поверим. Потому что Бог бесплотный. Человека же можно убить, в конце концов. Но тем не менее, он может остаться при своем. Человек может чего угодно делать. Его можно ступи столочь, разорвать, куски порезать, мясорубку пропустить. Но тем не менее, человек может остаться самим собой. И это не значит, что, допустим, он с ума не сойдет или еще прочее. Иначе говорят, что человек может настоять на своей позиции, не сдаться может. Просто он не сдастся и все. Я понимаю, что на самом деле это выдающиеся люди. Не всем это доступно. Но достаточно того, что хотя бы один человек такой существует, чтобы утверждать на самом деле, что это так. Давай пойдем на компромисс. И скажешь так, я не уверен. Но это другой разговор уже. Это означает, что это твоя неуверенность, она сродни неверие в Бога. Вот ты не уверен, что человек такой бывает. Знаешь, у нас в русском языке нет будущего времени у глагола победить. Знаешь почему? Потому что это табу. Это тоже не моя мысль, это не мысль этого самого. А ты веришь, что Христос по воде ходил? Нет. Нет, я возвращаюсь к этому. Почему нет будущего времени? Потому что ты сначала победи, а потом уже утверждаешь, что можешь победить. Понимаешь? Ты пройди через это. Это несущественно. Ну конечно, несущественно. Я не понимаю просто. Я просто к чему говорю, что многие... Можно чудеса, которые описаны в Евангелии, воспринимать просто как указание на то, что Христос был особого рода существом, Бога-человеком или великим пророком, это не важно. Ну как бы особым, отличающимся от людей. А можно указывать на то, на самом деле, что если человек с Богом, то для него возможно все. Но это не важно, считает ли Христос Христос Богочеловеком или просто человеком. Но если он с Богом, то для него возможно было даже по воде ходить. Ну хорошо, если так. Нет, ну точно так же же и разговоры о других вещах. Почему человек, будучи как бы несовершенным, будучи в общем-то слабым, почему он может совершать подвиги и чудеса? Да, допустим, те, которые связаны с учениками. Можно тут как сказать, что можно, если мы полностью уничтожим мозг человеческий, то это уже другой человек. И когда мы там сломали это, ну допустим, мы там человека обрабатываем. Да не важно, как это технически выглядит. Препаратами. Ты пойми на самом деле. Когда мы сломали этого человека, это уже был другой человек. Да не важно, как это выглядит технически. Сломали, мы не сломали. Понимаешь? Вот есть такой фильм, называется Бразилия, там по-моему называется он там, про то, как, про как раз внутреннюю духовную свободу. Понимаешь? Там тоже человек, как ты любишь, там его мучились по-разному. Я не люблю это. Да не важно. Важно состоит то, что он все равно остался самим собой. Понимаешь? Все равно его не смогли. Как раз это я любишь имеется в виду, что это указывает на медицину и прочее. Бразилия как раз рассказывает о том, что человек остался внутренним свободно, независимо ни от чего. Весь мир вокруг там был другой, его там мучили и прочее, он все равно убежал от них. Понимаешь? Он убежал куда-то в свое. Он там сидит уже, там, фильмка вкончается тем, что он сидит там в каком-то кресле, там, пыточном. Его там запытали просто там до невозможности, да? На самом деле. А он как бы в своем воображении, в каком-то своем внутреннем мире, там, в другом мире оказался. Независимо от того, где это тело находится, он оказался в другом мире. Верить в то, что человек может остаться самим собой, это не что иное, как верить в загробную жизнь, как верить в Бога и прочее. Все это вера одна и та же. Слова разные. Если ты не веришь, что человек может остаться самим собой, независимо от того, что случается с его телом, ты не веришь ни в загробную жизнь, ни в существование души, ни в существование Бога, ни во что ты не веришь. Ты вот это самый настоящий земной человек. Тебе ничего не доступно в духовное. Потому что духовное себя именно так и манифестирует, что, несмотря на то, что случается с телом, духовное останется самим собой. Неважно, будь то христианство, будь то Бразилия, там, этот фильм. Тело же человеческое, вместилище сознания. Если мы все там изломаем, так и сознание покорежется. Ну тогда зачем ты в христианство-то лезешь со своими телесными телами? Тогда надо признавать, что сознание существует помимо тела. Ничего не надо признавать. Просто надо понять на самом деле, при чем здесь это все. Нет, сознание существует без тела. Да я не знаю. Если существует, ты прав. Если не существует... ты хочешь разговаривать о Боге. А Бог как существует? С телом или без телом? Ну что ты какие-то вопросы глупые задаешься? Я не пойму. Ну как я могу знать о том, что сознание без тела... Твоё сознание! Да откуда я знаю? Ну это вопросы задаешь. Бог как существует? С телом или без телом? Ну что ты глупые вопросы? Сколько чертей поместится на конце иглы? Ну что вопросами задаваться теми, которым ответить невозможно? Мы не знаем об этом. Как оно существует? Ну существует оно пока только с телом. И мы другого никакого сознания не знаем. Что говорить о том, чего мы знать не можем? Мы только можем видеть, на самом деле, что были люди, были люди, которые показывали стойкость Духа такую высокую, что если ты не веришь, что это может сам человек совершить, то значит, он с Божьей силой это совершил. Он выдержал все пытки, он остался христианином, несмотря ни на что, хотя мог отказаться, и оба тут же отпустили. Там говорилось как? Брось горсть зерна на это, на на капище идола, да, и все. И тут же станешь свободным. Ничего делать не надо было пальцем шевельни, что ты согласен отказаться, и все. Понимаешь? Любая форма отказа была пригодна, достойна, для того, чтобы тут же прекратить мучение. Ты же прекрасно понимаешь, любой из людей понимает, что мучение можно придумать совершенно каверзное, совершенно невыносимое. Ну, допустим, мучение на кресте считалось, что одним из самых невыносимых. Сам Христос прошел это. Он же не отказался. Ну, я не знаю, вы там, наверное, не предлагали, но сам факт состоит, что многие христиане же потом тоже были казнены так же. Вопрос всегда состоит именно так. Дух против плоти. И дело не в том, что надо разделить Дух и Плоть. А Дух состоит в том, что либо мы можем настоять на том, что Дух свободен, и что я, на самом деле, определяюсь Духом, а не Телом. Я, а не Тело. И это не значит, что Тело мне не принадлежит. Это не значит, что я свое тело отриневаю и говорю, что давайте это, пусть Тело умрет. Это означает, что я ассоциирую себя и признаю себя в качестве Духа. И как Духа, как Дух, я являюсь свободным. Я есть Дух, я свободен. Потому что другой бы сказал, нет, я есть Тело. Если мое Тело страдает, то типа, значит, страдаю я. Когда страдает мое Тело, конечно, мне это больно, и, конечно, я все это чувствую. Но поскольку я как бы Дух, поскольку я выше этого, я могу выдержать все это, все эти мучения, все это выдержать. Остаться самим собой. Прежде всего, этот вопрос идет о том, остается человек самим собой или нет. Поскольку просто речь об этом шла в лоне христианства, это просто другой разговор. Остается ли человек христианина, поскольку человек там позиционирует себя как христианин. А вообще, если так более глобально брать, либо человек остается самим собой, независимо ни от чего, либо нет. И поэтому, чем сознание нам важно? Сознание именно есть та сфера, которая позволяет человеку самого себя выстроить. Если человек может самого себя выстроить, если он может утвердиться в какой-то мысли относительно самого себя, тогда, возможно, в этом мире вообще хоть что-нибудь, кроме звериного, постоянного взаимной борьбы. Кроме звериной, взаимной борьбы. Борьбы всех против всех. Если мы можем, каждый из нас, если каждый сможет внутри себя выстроить другой мир, не мир противоположности, не мир вечной конкуренции, а какой-то другой мир, мир какого-то солидарности, любви, дружбы, неважно. Тогда и все. Если каждый выстроит внутри, то и в мире тогда он возобладает. Тогда каждый сможет протянуть, как мы говорили, руку друг к другу, и обняться, как братья. Не случится это никогда, если внутри от другого человека этого нет. Ты ему руку протянешь, он этого не поймет. Потому что у него этого внутри нет. Потому что для него сознание это недоступно. Он не поймет, что ты говоришь, что ты делаешь. Но тем не менее, вопрос как раз и состоит в том, чтобы и эти люди достигли этого сознания. Для чего нужно проповедь? Почему, говорит, идите и проповедуйте? Не потому же идите проповедуйте, что нужна религия. Да не нужна там сто лет религия, никакой религии речь не шла. Идите проповедуйте, чтобы все стали свободны. Идите и скажите людям, что вы свободны, внутри свободны. Что если каждый из вас внутри свободен, значит, невозможно будет рабство, как только каждый человек признает себя свободным. Ну как оно может существовать? Ну убьют там одного, второго, третьего, убьют десять, убьют миллион. Но не убьют, все равно невозможно. Если люди как бы внутри себя признают, что они свободны, все равно рано или поздно это оковы рабства падут. Они и пали в итоге. Рабство побеждено на самом деле. Каким образом? Побеждено именно крестьянством. Именно вот это внутреннее осознание, что все люди равны. Причем осознанием и со стороны господ, и со стороны рабов. И с другой стороны, он каждый раз проявляет себя, поскольку люди неравны. Кто-то до власти дорвался, а кто-то оказался внизу, и каждый раз опять возникает эта коллизия. Власть держащие, они хотят опять же сделать нас рабами. Если мы скажем, что мы не рабы, как бы мы вообще-то свободные люди. Если мы будем жить как свободные люди, и никто нас не сможет сделать рабами. И вообще говоря, вот эта мысль о том, что христианство противостоит именно рабству, она настолько фундаментальна, что ее надо обязательно осознать. Что христианство, это первая религия, которая сказала, что люди равны. Все другие религии, в том числе и иудейские религии, утверждали, что люди неравны иудеи, например, считали, и до сих пор считают, что самые лучшие в мире на Земле это иудеи, а все остальные люди это гои. А мусульмане? Мусульмане по-другому, скажем так считать. Я по-другому, кстати, не знаю. Если по чистости. А, допустим, античные религии, она, допустим, какая-нибудь там, древняя, там, языческая, она говорила, что вот наш бог хороший, и мы, типа, там, лучшие, а вот все остальное мусор. Там барбары какие-нибудь, там, еще какие-нибудь там. И так далее. Каждая частная какая-то религия, она всегда выстраивала, как ты любишь иерархию, где на вершине были вот приближенные к какому-то божеству, а внизу все остальное. Понимаешь? И только первая религия, которая высказала такую странную мысль, люди все равны. Но это же странная мысль, подумай. Ну как это так? Ну вот, как это доказать? Ведь все люди разные. Это мужчины, женщины, есть разные национальности, есть эллины, есть там, эти, иудеи, есть там, есть господа рабы. Ну как же, все мы разные. Но денег много, у другого денег нет. Один там, условно говоря, там умный, другой глупый. Как же мы все равны? Один больной, например, а другой здоровый. Как же равны? Все же разные. Вот это вот осознать, это же очень сложно. Как это? В каком отношении мы все равны? А мы все равны, потому что мы все дети Божьи, потому что мы все свободны, потому что мы все духовные братья и сестры. Вот это духовное родство, вот это духовное равенство, это и есть то зерно христианства, настоящее. Если выбросить все остальные там всякие родные наносные вещи. Самое главное, что люди равны в духе, люди равны в Боге. И осознать это было сложно. То есть при всем нашем неравенстве, которое мы вообще видим во всем мире, мы равны. Это же достаточно сложная мысль. И поэтому христианство может понять только человек, который все-таки это умозаключение делает, и который вообще мыслить умеет. Христианство недоступно непосредственному переживанию. Оно недоступно. Оно всегда требует мышления. Оно требует вот этого размышления. Оно требует вот этого сознания. Именно серьезного сознания требует. Потому что это надо каждый раз, смотря на другого человека, и видя, что он недостойный пьяница, какой-нибудь там жулик, вор и прочее, ты каждый раз должен себя переламывать и понимать, что он такой же, как ты человек, что он тебе равен. Сидит на паперте какой-нибудь там больной, прокаженный, проститутки какие-нибудь, еще кто-нибудь какие-нибудь там, черти. И все равно ты должен понимать, что они тебе равны, они такие же, как ты. Вот в чем самая сложность христианства. Вот откуда возникает вот это вот движение к помощи другим людям. Ведь помогать, ведь есть два вида помощи. Можно просто бросать кость, условно говоря, там, собакам, да, как неравным. Вот собаки нам не равны. Мы им бросаем кости, там, условно говоря, там, унижаем, иди вон на коврике спи, там, их по-разному. Ну, почему? Потому что они нам не равны. Животные нам не равны. Но мы не можем так поступать с людьми, потому что люди такие же, как мы. Это то же самое, что вот человек, это тоже, другой человек такой же, как я. Я должен носить себя вот так же, как себе. И когда я помогаю ему, я помогаю себе на самом деле. То есть подавай милость, или еще совершай какие-нибудь добрые дела. А на самом деле я просто делаю это, делаю это как себе. Или как родственнику своему, там. Все мы, как бы, что значит, что все мы равны? Ведь не просто все равны, это крестятся же, это одна мысль, да, это самая простая мысль. Но она формальная. А вторая мысль, более сложная, она состоит в том, что мы не только все равны, а мы еще в Боге родственники, там, мы все братья и сестры. То есть мы вообще, говоря, кровные родственники. То есть мы, это одно плоти и крови, да, там. Мы один урок человеческий. То есть, как бы, когда я помогаю ближним, то на самом деле я его люблю. Какой любовь? Да вот это родственная любовь. То, что вот он мой брат, сестра. Так ведь раньше первые крестьяне называли друг друга братом и сестрой. И вообще, это сейчас перестали так называть. Вообще говоря, на самом деле крестьяне должны друг к другу всегда обращаться, брат или сестра. По-другому не должно быть. Нет, на самом деле, че. А почему судиться нельзя? Ну, кто судится-то? Какие братья и сестры судятся? Братья и сестры приходят и договариваются. То есть, если люди равны, они сами для себя совет и суд. Если они равны пред Богом, они встречаются и говорят, да, да, нет, нет. А все, что лишнее, как бы, то от лукавого. То есть, они просто разговаривают и доходят до какого-то понимания. Потому что все всегда в семье решается по-любому. Суды не нужны почему? Потому что суд, когда есть третья сторона, это означает, что люди разошлись, что они никакие уже не братья. И уже никакие не родственники. То есть, так же, как бы, если есть злодей. Там уже третья логика действует. Допустим, один христианин, а другой злодей. Как поступать по отношению к злодеям? Надо увидеть в этом злодея такого же, как ты человек равного. И действовать исходя из того, что он тебе равен. Все остальные вот эти заповеди, что не противься злому, если сказано идти две мили, одну милю иди, две. Если ударили в одну человек, поставь другую. Это все, все разговоры состоят из главной мысли, которая состоит в том, что люди равны. Равны. Он такой же, как ты. Понимаешь? Если он что-то хочет, ну, встань, попробуй на его место. Может, ему надо это. Зачем? Ты же не знаешь причины, по которым он хочет, чтобы ты с ним милей прошел. Он может что-то не понимает. Может, у него какие-то обстоятельства и прочее, прочее. Если он просит у тебя хитон, ну, отдай вверх мне, Дубашка. Ты же не знаешь, почему он так просит. И дело не только, чтобы его устыдить. А дело в принципе в том, что должно быть некое широкое движение. Это сверхдвижение должно быть. Не просто обмен, да? Когда я что-то, как торговля, я покупаю. Ты мне добро, я тебе добро. Ты мне злой, я тебе злой. А должно быть как бы широкое движение. Ты должен отвечать. Не должен не отвечать, а ты должен всегда распростертым быть к другому. Другого всегда принимать как брата. И всегда находиться в позиции, кто бы туда, в это положение другого по отношению к тебе не встал, он всегда твой брат или сестра. Всегда. Независимо от того, кто он. Язычник, элья и так далее. И если другие, это элья, господин, раб, мужчина, женщина и так далее. То есть, если мы, христиане, будем так действовать, то он будет изменять этих других людей. Пусть они вначале, допустим, будут этого не понимать. А потом они это поймут. Но невозможно же не почувствовать, что другой человек к тебе относится как-то по-другому, чем обычные люди. Если ты отнесешься к нему как к брату. Слушайте, а раньше же вот это, христиане, когда они крестились, они уже крестики не носили. Да? Первые христиане, по-моему, крестики не носили. Это все, да. Молитвы читать или не читать, все это не очень существенно. Это если ты будешь духовно жить. А другом пустынник живет, у него же ничего нет, ни крестика, ни церкви, ничего. Живет себе, живет. Почему крестик на нем нет? Может, не пустынник. Он ходил по лесу, а порвалостничка потерялась. Да ладно. Вообще говоря, Христос же как сказал, молитесь, не говорите много, да, когда молитесь. Да, потому что Бог знает и так, на самом деле, что вам нужно. Какие вы имеете... Давай завязывай, поехали домой. Какую вы имеете необходимость. Молитесь одной молитвой. Поэтому на самом деле... А что означает молиться одной молитвой? Ничего больше не надо говорить. Достаточно просто... Можно вообще, как бы, вся молитва может состоять только в том, что надо о Боге думать и все. Можно вообще ничего не говорить. Просто думать о том, что Бог есть и все. Ну, как бы, воспарять как-то вот так мысли над Богом и все. Ничего не надо делать. Больше ничего не надо. Почему надо воспарять в Богу? Потому что надо, чтобы в внутреннем вот этом сознании было место Богу, чтобы Бог тоже был. Вот есть у нас эта сфера, о которой мы говорили. И в этой сфере должна быть такая вещь, как Бог. Ну, вещь неправильная. Это должно быть нечто, что, как бы, является местом, да, как бы, Бога. Потому что места Бога нет же там в космосе нигде. Бог где-то, как бы, вот как говорят, Бог внутри вас есть, да. Вот Он есть в нашем сознании, вот в этой сфере. Где-то есть такое место, куда мы его можем воспарить, как бы, и там быть с Богом. Вот оно должно быть. И молитва состоит в том, чтобы туда воспарить. Слова здесь не нужны. Достаточно просто мысленным узором туда передвинуться, как бы так. Ну, это опытная уже вещь, да, кто, кто умеет это делать, и там, вот там, не надо объяснить одно. И все. Не, ну, понимание. И всякий раз. Есть и отчаяние. Классно, чем молитва от медитации отличается. В молитве должно быть понимание все-таки. Медитация там просто, как бы, ты растворяешься. Нет, это не медитация. Я даже не знаю молитвы. Это должно быть понимание. Понимаешь, как бы, я согласен с тем, что, наверное, и молитва словесная тоже важна. Это просто разная форма, ведь есть словесная молитва. Нет, почему в молитве должны быть слова? Потому что должно быть понимание. Нет, ты должен, ты можешь проговорить слова без молитвы. Ты проговори все слова, которые тебе нужны для того, чтобы что-то понять. Пойми это однажды. Это понимание у тебя установится. А потом всякий раз просто ты к этому пониманию воспаряешь не в виде слов, оно у тебя есть уже в виде Бога. Ты просто к нему воспаряешь и все. Иначе, ты вот что-то понимаешь. Ты понимаешь, что вот стул стоит там. Еще каждый раз говорит, стул стоит от меня на три метра, он немного сбоку, справа, слева, что ли. Ты же так не говоришь, ты просто туда увидел, в гору взор перевел, и там стоит стул. Так же с Богом. Однажды ты проговорил, что такое, кто такой Бог, как он относится к тебе, как он относится с миром и прочее. Все выяснил. А потом просто раз, воспаряешь, что как он. Вот стул там стоит, а Бог там где-то в другом месте. Сознание. Да, да, да. Воспалил туда, и все. Вот, и все. Слова, может быть, нужны для того, чтобы научиться это делать. Кстати, интересно, что именно возносишься. Понимаешь? Да. По вообще понятию «высь» на самом деле, оно не простая вещь. Это тоже есть целая философия по поводу «выси». Почему оно вообще «высь» есть? С одной стороны, Земля так устроена, что все как бы устроено как-то радиально, что есть некая «высь». Есть высота какая-то, небо и прочее. А с другой стороны, в нашем сознании точно так же есть некая «высь». Да, внутри себя. И внутри нас есть «высь». То есть у нас есть как бы низ, есть «высь». И это вот не иерархия, это вот как бы уровень «высь», да, градиент. Но на самом деле в сознании тоже присутствует. И вообще говоря, сознание на самом деле настолько, ну мы дальше это будем, я думаю, обсуждать на семинарах, настолько как бы сложная вещь, что, конечно, требует постоянных вот этих проговариваний. Мы, говорит, одна за один раз, и вообще говоря, только можем коснуться. Коснуться можем, а это требует постоянно, почему мы будем постоянно возвращаться, тут требует некого постоянного проговаривания. Но для последних хочется просто сказать, что некую будущую тему, что Бог есть сознание. То есть богословы надо утверждать, что Бог есть мышление. Мы будем все-таки пытаться развивать тему, что Бог есть сознание. Вот такая «Бог есть сознание». Богословы утверждают, что Бог есть мышление, потому что считают, что Бог должен быть производителем некой силы, Бог из ничего мир творит, а сознание является производителем, производителем является такая способность, как мышление, поэтому они воспринимают Бога как мышление, которое сотворило мир неким некой мыслью, мышление-мышление, что-то в этом реле. А Бог есть сознание, и на самом деле мы… Что такое сознание? Сознание, как я сказал уже вначале, что оно есть нечто пространственное, как сфера, И в каком-то отношении мы вот в этом сознании, как в неком сфере, живем. Но непонятно на самом деле, то ли то пространство, в котором мы живем, представляет собой Бога, то сознание Бога, лучше так говорить. То ли на самом деле каждый из нас внутри своего сознания составляет частицу Бога. Все сознания объединены неким общим сознанием. То, что можно было назвать общественным сознанием. Вот это общественное сознание в каком-то таком выражении, можно сказать так, что оно приобщено к Богу. Ну и понятно, что есть третий вариант. Божественное сознание-то отдельно, а наше сознание отдельное, и мы воспаряем к этому божественному сознанию. Это третий вариант. Есть различные способы мыслить, просто то, что такое представляет Бог как сознание. Так вот, если Бог представляет собой сознание, отсюда такой интересный вывод это следует. что молитва, что, нет, неправильно, если Бог есть в сознании, то важно, что для воспарения к Богу не существует никакое знание, да, ученых, не существует никакое мышление, да, что не важно, какие ты слова произносишь, не важно, какое ты положение занимаешь в обществе, потому что воспарение к Богу, если он в сознании, и состоит тоже в том, что ты просто остаешься в сознании. А когда ты остаешься в сознании, ничего остального ведь не нужно, все остальное это внешне. И собственно молитва, она и состоит в том, чтобы прекратить вот этот внутренний диалог, диалог словесный, прекратить внутреннее мышление, которое сбивает, которое уходит на какие-то счастности. И полностью сосредоточиться на неком созерцании. Выйдите из этих схем. Да, и воспались именно в сознании. То есть остаться в этом некоем состоянии сознания, или можно сказать, сама сознание, и войти в соприкосновение с Высшим сознанием. То есть вот это и есть воспарение в сознании, причем оно не совершается никаким актом мышления, оно не совершается никакого знания, и его может совершить любой человек. И, собственно, молитва, она как раз посвящена этому, чтобы избавиться от всего наносного, от всего, что нас приземляет, что делает нас индивидуальными, да. Мышление нас делает индивидуальными, восприятие нас делает индивидуальными. А выражается это не только переживание, может выражаться в переживании, а может выражаться в неком осознании. Вдруг проясняется нечто, некий горизонт раскрывается. То есть твое сознание, например, оно как бы сужено немножко, и оно вдруг раз, и расширяется. Это что-то понимает. Откровение – это хорошее слово. Как раз откровение, оно всегда откровение сознанию, а не мышлению. То есть ты не то, что мысль какую-то ухватываешь, а твоя карта, как бы внутренняя карта, твоя сфера сознания, она просто становится как бы открытой. Ты больше как бы вдруг увидел свет. На ней что-то появляется, что ты не видел. Причем интересно, что если у Бога есть сознание, то тогда понятна метафора Бога как света. Потому что мы всегда воспринимаем сознание как некий свет, некую ясность, как некую метафору прояснения, метафору света разума, говорят. В общем, все, что связано со светом, это все метафоры, связанные с сознанием. И Бог как свет как раз, и мы когда воспаряем к этому свету, и внутри нас вот этот свет проявляется, и мы начинаем светиться как бы изнутри. Потому что у нас сознание, оно нас набирает такой интенсивности, да, что этот свет даже видно как бы, может быть, иногда и невооруженным глазом. Но будем верить в то, что когда рассказывают о древних святых, что они прямо светились, что даже глазами было трудно на них смотреть. До того они светились, представляешь, ну, есть такие описания. Ну, самое главное, что вот эту тему, о том, что Бог есть сознание, вот это будет тема вот следующих наших семинаров.